Дорогие друзья, я приветствую вас! Говоря о Личности Святого Духа, я бы хотел вам сказать, очень важно знать язык Святого Духа. Четвёртое измерение Святого Духа. Каким образом мы входим в это измерение? Мы должны знать, что Бог сотворил человека, и мы принадлежим к физическому миру, но наш Дух, который Бог вложил в нас, он принадлежит к Четвёртому измерению, к Духовному миру. И мы ограничены в своих телах, но посредством концентрированных видений и образов мы можем выходить за рамки и за возможности физического тела человека. Мы можем творить вне нашего тела, мы можем влиять на предстоящие события в нашей жизни, мы можем влиять на обстоятельства, мы можем влиять на наше тело, мы можем влиять на наши финансы. Я вам хочу сказать, что сотрудничать со Святым Духом. Вы понимаете, Бог сотворил нас по своему образу и подобию, но как мы называем Бога? Мы говорим, что Бог — это Творец, и Он сотворил нас, и в нашем Духе Он вложил эту творческую способность. Очень важно для каждого человека это сегодня понимать, что ответственность за проявление Божье в нашей жизни, она лежит на нас, а не на Боге. Многие люди ожидают от Бога и говорят, пусть будет так, как хочет Бог, и ничего не делают, и не берут на себя ответственности. И когда Бог ничего не делает, они говорят, видимо, Бог этого не хотел. Но на самом деле, друзья, Бог не будет ничего делать, прежде чем не пройдет через твою веру, через твой Дух и через твои помышления. Каждого человека Он вложил творческую способность, и Бог хочет, это Его воля, чтобы мы проявляли инициативу в творчестве. Бог хочет, чтобы мы взяли на себя ответственность за Его проявление в нашей жизни, входя в четвертое измерение Святого Духа, сотрудничая со Святым Духом посредством концентрированных образов и видений. Мы начинаем творить вместе с Ним. Мы начинаем влиять на третье измерение, на физический мир. И это то, что хочет Бог, это то, что Бог от нас ожидает, чтобы мы начали это делать. Каждый раз, когда ты берешь ответственность на себя и приходишь с этим к Богу, Бог начинает двигаться через твою жизнь. Вы знаете, это так просто. Если человек взял ответственность за церковь, Бог проявится в церкви. Если человек взял ответственность за город, Бог проявится в городе. Если человек взял ответственность за страну, Бог проявится в стране. Если человек берет ответственность за здоровье, за проявление исцеления, за проявление освобождения, я хочу вам сказать, друзья, то, в чем ты берешь ответственность и начинаешь творить с Духом Святым, В этом и будет его проявление. Сегодня многие задают вопрос, каким образом я могу войти в четвертое измерение? Что я должен сделать? Есть несколько шагов, и они очень важны. И самый первый шаг, друзья, это изменение мышления. Нужно создать платформу. Всякое негативное мышление разделяет тебя с Богом. Когда ты негативно мыслишь, ты должен знать, ты не в согласии с Богом, ты не в единстве с Богом. А значит, Бог уже не может проявиться через тебя. Бог позитивен, Бог есть свет. Поэтому, когда ты начинаешь мыслить позитивно, ты входишь в согласие с Богом, ты входишь в свет, ты входишь в Его присутствие. Именно правильное, благословенное, позитивное мышление является фундаментом. И я хочу вам сказать, что Бог имеет дело с нашими помышлениями. Если человек, он видит себя пораженным, если человек видит себя больным, если человек видит себя несчастным, если человек видит себя брошенным, несчастным в своей семейной жизни, я хочу вам сказать, что если он это видит, Бог ему не будет помогать. Потому что то, что человек видит, то и придет в его жизнь. Бог создал эти законы и так сотворил нас. И он сказал Авраму в 13 главе, посмотри на землю. И потом он сказал, все, что ты видишь, я даю тебе. Поэтому, когда человек видит себя в негативе, в поражении, он в разногласии с Богом, и Бог не может отвечать на его молитвы, Бог не может отвечать на его нужды. Но как только человек, даже находясь в нужде, находясь в болезни, он начинает видеть себя здоровым и крепким. Находясь в семейной проблеме, он видит свою семью счастливой, радостной, благополучной. Находясь в нищете, он видит себя процветающим. Находясь, может быть, в упадке в вопросе служения, он видит свое служение благословенным, помазанным, растущим. Я хочу вам сказать, это и есть фундамент и отправная точка для того, чтобы Дух Святой начал двигаться и отвечать на ваши молитвы и ваши нужды. Вы должны знать, помышления и эмоции — это очень важно. Наши помышления, они должны быть благословенными. Мы должны наполнять свой разум образами Божьими, наполнять свои мысли, наполнять свою голову образами победы, образами успеха. Нужно кормить свой разум сознанием победы каждый день. Нужно делать это постоянно, и это воля Божья. Второе. Нужно наполнять свою душу позитивными эмоциями. Эмоциями победы, эмоциями триумфа, эмоциями радости, счастья, торжества. Наслаждаться тем, чего еще нет. Если даже у вас сегодня еще нет процветания, уже переживите это наслаждение внутри, как будто оно есть. Если еще сегодня нет здоровья, уже почувствуйте себя. Попытайтесь осознать и почувствовать себя здоровым человеком. И это состояние храните, возгревайте его внутри себя. Делайте все возможное для того, чтобы это утвердилось в вас. Дорогие друзья, это очень-очень важно. Когда вы начинаете работать со своим разумом, вы увидите, сколько там есть проблем, которые привели вас в то состояние, в котором вы не рады своей жизни, не рады своему служению. Возможно, сегодня вы разочарованы в жизни. Но сегодня ты можешь все изменить, начав правильное мышление, правильно мыслить и также наполняться эмоционально, наполняться в душе победой, наполняться в душе этой силой. Дорогой мой друг, все эти шаги, о которых мы говорим, это очень важные шаги, это очень ценные шаги. Начни с этого, бери Слово Божье. Что такое Слово Божье? Обетование Божье. Мой друг, это семена, это мысли Бога, это Его мысли. Возьмите мысли, как семена, и положи их в свой разум, наполни ими свой разум, начни ими думать, начни ими рассуждать, этими мыслями, видеть ситуацию так, как ее видит Бог. И ты начнешь понимать, что все меняется в твоей жизни. До того, как оно еще начнет меняться, ты уже начнешь это переживать. Итак, дорогой мой друг, в следующей передаче я расскажу следующие шаги, которые нужно сделать в четвертом измерении. Пусть Бог тебя обильно благословит. Аминь.